Инженерным войскам России сегодня 315 лет. Они были созданы по указу Петра Первого. Отмечаясь профессиональный праздник, уже в наши дни военные инженеры стали с 96-го года. В скором времени этот род войск пополнится новыми штурмовыми батальонами. Их отличает ультрасовременная экипировка, а подготовка бойцов не уступает армейскому спецназу. На первых учениях побывал Андрей Кузнецов. Наушники включены? Да, попробую. Да, слышно. Последние приготовления. Разработчики проверяют начинку костюмов бойца нового подразделения. Внутри шлема система активной защиты слуха, которая гасит звуки взрывов. Бронезащита выдерживает автоматную очередь. Ряд плащин, которые защищают от осколков, попадания пуль различных. Также визор из пуленепробиваемого стекла. Кевларовый шлем, на который устанавливаются камеры видеонаблюдения. В режиме онлайн, когда может группа наблюдать друг за другом, кто где находится, какие задачи они выполняют. Штурмовой батальон будущей элиты инженерных войск подразделения должно первым идти на прорыв вражеских укреплений. И подготовка у бойцов не хуже, чем у армейского спецназа. Впрочем, умеют они не только хорошо стрелять, но и в буквальном смысле пробивать дорогу идущим следом войскам. К тому на вооружении, кроме автоматов и саперной щупы, и взрывчатка. Они действуют совместно, вместе с мотострелками, вместе с танкистами. То есть задача данных нас, саперов-штурмовиков, это обеспечить проход пехоты через долговременные какие-то огневые сооружения. Первые 300 бойцов сейчас проходят подготовку в Муроме. Александр Туманов перешел в новый батальон из армейской разведки. Захотелось попасть сюда, когда услышал, что набирается штурмовой батальон, первый в своем роде. Там маленькая своя была специфика, здесь своя, надо перестраиваться. Для этого учимся. Это первое учение нового батальона. Согласно заданию, бойцы должны освободить захватные здания, входы в которых заминированы. Под прикрытием автоматчиков саперы обезвреживают мины и взрывают часть укрепленной стены. Спустя считанные минуты бойцы нейтрализуют условного противника. За происходящим со стороны наблюдают солдаты в форме саперов времен Великой Отечественной. Именно тогда появились отряды штурма и разграждения. Они бились насмерть при обороне Сталинграда, брали укрепления Кёнигсберга и Берлина. Расформировали эти отряды вскоре после победы в войне. Восстанавливали экипировку, поисковики и военные по фотографиям и архивным записям. Они были как специалисты, понимаете, то есть непосредственно огнеметчик, например, он как специалист был. Саперы тоже в подразделения входили. Дальше бронебойщики. Сначала шли штурмовые подразделения, а за ними уже шла простая пехота. Те, кто сейчас служат в возрожденном подразделении, тоже готовы выполнить самые сложные и опасные боевые задачи. И, судя по всему, у штурмовых батальонов не только славное прошлое, но и большое будущее. Согласно планам командования, в ближайшее время они должны появиться в каждом военном округе. Андрей Куренцов, Алексей Исаев, Илья Коротков. Первый канал. Владимирская область.